Шалом! В предыдущей программе под названием «Полезно ли читать Библию» мы говорили об опасности, которую таит в себе чисто интеллектуальное знание Писания. Опасность это духовная, поэтому разглядеть ее бывает не всегда легко и заключается она в гордости, порождаемой сознанием того, что вы знаете священный текст, или даже изучаете его регулярно, дисциплинированно, с применением новейших достижений библиистики, археологии и прочих наук, имеющих отношение к делу. Гордость это состояние человеческого духа крайне неугодное, Богу противное ему, поэтому гордящийся своим знанием Библии похож на пациента сумасшедшего дома, мнящего себя великим психиатрическим светилом. Тем не менее в христианских церквях и мессианских общинах сегодня есть немало самодовольных людей, которые оценивают свое духовное состояние как хорошее или даже отличное на том простом основании, что каждый день прочитывают в Библии столько-то глав. Как мы сказали в прошлый раз, Писание дано нам не просто для того, чтобы мы читали его, а чтобы Бог, на которого оно указывает нам, изменял нашу жизнь, то есть спасал нас. Однако в наших общинах есть также немало людей, которые или не читают Писание вообще, или читают его очень нерегулярно, урывками, и в основном для того, чтобы не испытывать чувство вины. Ведь им внушили, что чтение Писания полезно, поэтому это что-то, что надо делать. Вот они это делают. Но делают нехотя. Почему нехотя? Потому что они не ощущают реальной пользы от этого чтения. А чем же такая ситуация объясняется? Спрашивается. Дело, на мой взгляд, прежде всего в непонимании или недопонимании того, что именно Господь хочет изменить в нас, в нашей жизни. То есть, если речь идет о том, чтобы изменить модель машины, на которой мы ездим, на более новую модель, то тогда все было бы очень просто. Господи, подбрось деньжат, а продать старую машину и купить новую. С этим мы справимся сами. Ну, например. Но речь-то идет о другом изменении. Хотя, по-моему, Бог совсем не против более новой модели машины. Просто это, мне кажется, не первое, что его интересует. Что же тогда первое? Месси Ешо однажды сравнил себя с врачом. Врач что делает? Он делает людям доброе дело. Он лечит их. То есть, он меняет их жизнь и меняет к лучшему. Но, кто нуждается во враче? Больные, конечно же. То есть, он пришел вылечить нас. Но для того, чтобы вылечиться, в первую очередь, что нужно? Нужно признать себя больным. И вот это признание собственной нужды во враче дается нам с большим трудом. Что самое обидное? Людям со стороны наша нужда зачастую совершенно очевидна. Говорят, один христианский служитель как-то спросил Махатму Ганди. Почему он, такой разумный человек, остается индуистом? То есть, дескать, разве ему не нравится Христос? Ганди ответил следующее. Ваш Христос мне нравится. Мне не нравятся ваши христиане. То же самое я слышу сегодня в Израиле. Мне задают вопрос, а есть ли вообще какая-то реальная разница между верующим в Ешо, человеком, и неверующим в него? Вопрос этот задается по той причине, что увидеть эту разницу, если она вообще есть, бывает действительно трудно, во всяком случае, невооруженным глазом. Хотя иногда можно. И что еще обиднее, она бывает не в пользу верующих в Ешо. За последние месяцы я дважды услышал от израильских мессианских лидеров, что зачастую в работе и повседневном общении немессианские евреи гораздо приятнее мессианских. Почему так? Ведь непонятно. Правда? А надо просто читать бамперы на машинах. Надписи, точнее, на бамперах. В Соединенных Штатах Америки, как и в Израиле, народ любит клеить на задний бампер машины, всякие стикеры. Вот я слышал, что один из американских стикеров таких гласит следующее. Верующие не совершенные, а всего лишь прощенные. Что же это значит? Это значит, что не нужно. А ждать от верующих слишком многого. Потому что они отличаются от неверующих лишь по одному параметру. Прощению грехов. То есть грешат все, не только неверующие, но и верующие. Причем грешат одинаково, ведь наш стикер этого варианта не исключает. Мы просто прощенные. Мы несовершенные. Но грехи неверующих, по этому высказыванию, остаются на них. А вот наши грехи, грехи верующих, нам прощаются. Они типа стираются из некого файла на каком-то сервере, хранящегося где-то там на небесах у Бога. Кстати, а почему стираются-то грехи наши? А потому что мы веруем в то, что они нам стираются, в то, что они нам прощаются. Смотрите, как замечательно. Сколько проблем сразу снимает такой подход к делу? Во-первых, полностью отпадает всякая необходимость рассуждать о том, чего Господь Бог ожидает от человека. От еврея, от нееврея. Второй вопрос. Но вообще, в принципе, нет никакого больше смысла говорить ни о каких заповедях божьих, потому что заповедь-то у нас теперь одна единственная, веровать в Сына Божья, а точнее в то, что Он умер за нас на кресте, за наши грехи. Веруешь Его смерть на кресте? Все. Поздравляем тебя. Отныне ты в полном порядке. Аллилуйя. Во-вторых, поскольку мы теперь все в полном порядке, кто верует в Его смерть, нет смысла говорить ни о каких изменениях в жизни. Ведь по этой схемке, которую изображают на стикере для бамперов, по этой схемке выходит, что мы, верующие, мы не измененные, а извиненные, то есть прощенные. Что это значит? А вот что это значит. Бог, ты уж извини меня, я опять дров наломал, опять жену поколотил. Ну вот такой я. Ну да, нехорошо это, признаю. Но извини. Но ты же извиняешь, ты же прощаешь. Ведь я же верю в то, что Мессия Ишуа умер за мои грехи, вот в том числе за этот мой грех. Верю я. Так? Ну вот, значит, я прощен теперь после того, как я все это сказал. А раз прощен, значит, во-первых, спасибо тебе большое. А во-вторых, проехали, живем дальше, как ни в чем не бывало. А, как хорошо. Ну и в-третьих, поскольку необходимость изменений в жизни полностью отпадает, то отпадает и необходимость в чтении Библии. Ну, то есть, конечно, не совсем. Нам нужно периодически себе напоминать о том, что мы прощены. Желательно также напоминать о том, почему мы верим в то, что мы прощены. То есть о том, что Мессия Ишуа умер за наши грехи. Информация обо всем этом содержится в Библии, поэтому, в принципе, Библия нужна. А, кроме того, если мы претендуем на статус не каких-нибудь там, а продвинутых верующих, нам нужно также напоминать себе о том, что Мессия не только умер за наши грехи, но еще понес на себе наши болезни и вообще все проклятия. Поэтому периодически нужно открывать те страницы в Библии, на которых обо всем этом написано, и перечитывать их. В общем, совсем Библию не надо выкидывать из повседневной жизни. Польза от нее какая-то все-таки есть. И вот получается такое интересное отношение к Богу, к себе и к Священному Писанию. Причем само Писание говорит, что оно полезно для обличения и исправления. Говорит оно также о том, что Бога интересуют плоды, а не только провозглашения. Да что там Писание? Даже Ганди, не еврей и не христианин, но человек восточный, понимал, что от христиан ожидается некоторое сходство с их Христом. Но то Восток. А у нас на Западе все просто как три рубля. Веруешь? И хорошо. И живи, как жил. Вот и живем мы, как жили и как все живут. То есть, конечно, мы ходим на собрания. Кто чаще, кто реже. Но между собраниями у нас все как у людей. Нам все равно, как зарабатывать деньги. Кто их нам платит? Лишь бы платили. И побольше. Ну, на панель мы, конечно, не пойдем их зарабатывать. Но если где-то можно срезать углы, то мы срежем эти углы. Ну, и в бордель, конечно, мы тоже не пойдем. Но за компьютером мы смотрим порнографию. А на улице мы раздеваем взглядами чужих жен. А дома мы кричим по поводу и без повода. А в компании, таких же, как мы, верующих, мы злослоем и сплетничаем. Но мы прощены. Вот в чем наше великое отличие от неверующих вешуо людей. Сравнив себя с врачом, Ешуа добавил. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Покаяние – это не биение себя в грудь. И не размазывание соплей по лицу. А разворот на 180 градусов. Радикальная смена курса. Причем, хоть в еврейском понимании этого слова, хоть в греческом. Это не извинение, а изменение в поведении, в образе жизни. Йоханан, омывавший людей в Иордане, то есть Иоанн Креститель в русском переводе Библии. Он ожидал от людей, приходивших к нему, не деклараций о своей вере. Он ожидал от них изменений в жизни. Плодов покаяния, как он это называл. Так почему же мы думаем, что Ешуа ожидает от своих последователей чего-то меньшего? Мы думаем так, во-первых, потому что нам проповедуют, будто можно быть верующим в Мессию, не учась у Мессии жить по его заповедям. Что можно принять его как спасителя в свое сердечко, но не как Господа и Учителя в свою повседневную жизнь. Что можно быть спасенным, другими словами, но не учеником. Что можно веровать, не неся своего креста, что можно иметь гарантированный вход на небеса после смерти, потом, а здесь и сейчас жить как все. Что ученичество, то есть подражание Мессии в повседневной жизни это духовная роскошь. Доступная единицам, чудакам не от мира сего, а не нам, практичным людям 21 века, твердо стоящим на земле обеими ногами. Во-вторых, мы думаем так, потому что мы видим мало примеров того, как Бог реально меняет жизнь. Да, некоторые из нас помнят, что мы были алкоголиками и наркоманами. И Ишу вытащил нас из этой помойки, освободил от зависимостей. Но это было уже давно. А за последние 20 лет ничего особенного в нашей жизни, вот столь же особенного, с такого же явного вмешательства Бога в нашу жизнь не произошло. А может быть все дело просто в том, что мы уже давно не вопим к нему, так как вопили тогда из той помойки. Ну и в-третьих, некоторые из нас вообще не видели, просто не видели, чтобы Бог реально менял чью-то жизнь. Они не видели бывших алко- и наркозависимых, которых Ишуа освободил. Они не видели людей, умиравших от рака, которых он исцелил без вмешательства врачей. Они не видели детей, родившихся у женщин, которых гинекологи объявили безнадежными и так далее. Поэтому не мне их осуждать за отсутствие веры в какие-то реальные изменения вообще, не говоря уже об изменениях в характере человеческом и в поведении. Но это неверие объясняет, почему эти люди не горят желанием читать Библию. Потому что ведь в ней, в Библии, они читают о вещах, которые не имеют к их опыту, к их реальности никакого отношения. Кому понравится такой диссонанс, тогда уж лучше просто взять и читать фэнтези, а она хоть по крайней мере и не претендует на какое-то отношение к реальности. Я тоже не родился с этой верой. Наоборот, я родился в атеистической семье и помню, как моя мама иногда говорила с тяжелым вздохом. Человека не изменишь. И знаете, я с ней согласен. Друг друга изменить мы не можем, поэтому даже лучше не пытаться. Но наш Создатель может и хочет изменить нас. Безусловно, этот процесс начинается с прощения грехов, но он не заканчивается им. И, безусловно, никто из нас не уйдет на тот свет ангельски чистым и святым. Но я убежден, что в жизни каждого из нас есть вещи, которые Господь хочет изменить здесь и сейчас. И поэтому вопрос в том, верим ли мы в необходимость и в возможность этих изменений. И жаждем ли мы их соответственно. В общем, я верю в то, что человек излечим. Вы спросите, а ты сам-то лечишься? Конечно, иначе бы я не говорил об этом. Я давний пациент. И при случае расскажу, от чего Господь меня лечил и лечит. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте. Продолжение следует...